Приветствую вас! То, что вы смогли избавиться от зависимости в общении, это хорошо. Это вы, безусловно, молодец. То, что вы стали менее зависимы от него, это здорово. То, что вы потеряли своих старых друзей, говорит лишь о том, что у вас никогда не было, знаете, такой, я бы сказал, серьезной мотивации с ними общаться. Вот. То есть, понимаете как? Вот если бы у вас, ну, действительно была бы сильная мотивация общаться с людьми, да, если бы вас кто-то связывал с людьми, то, ну, вы, наверное, сами прекрасно понимаете, что тогда вы бы остались с этими людьми все равно бы в общении. То есть, все равно бы оно в этом случае у вас бы было, это общение. А раз оно у вас закончилось, значит, вы общались с этими людьми именно только вот по нужде. Вот пока нужда была, ну, вы общались. Нужда перестала быть, и все, и вы перестали общаться. А сейчас вы говорите о том, что у вас, значит, есть потребность в том, чтобы общаться с другими людьми, с новыми для себя людьми. И, если честно, непонятна причина вашего сомнения в том, что вы их описываете далее, как бы. То есть, вы пишите такую вещь, что, значит, вам хочется общения, но вы боитесь того, что вам стыдно. Получается, что вы, работая когда-то над саморазвитием, и получается так, что работая когда-то над самооценкой, вы, ну, я вот не могу здесь обновленно сказать, либо вы двигались в неверном направлении, либо вы, по сути дела, убрали симптом, но не проработали причину. Именно первопричину того, почему вы так себя вот чувствуете. А первопричина, она, вообще-то, ну, достаточно серьезная. Это неуверенность в себе. И вот эта неуверенность в себе, она вас, собственно, гложет, и она не дает вам, по сути дела, покоя до сих пор. Это неуверенность в себе. И именно поэтому вам стыдно. Понимаете, нет ничего стыдного в том, что у вас, значит, что у вас нет новых друзей, нет ничего стыдного в том, что вы одна. Это, знаете, наоборот, говорит о том, что вы независимый, свободный человек. Кроме того, новым-то людям на самом-то деле совершенно необязательно знать о том, что вы одна. Новые люди не знают о том, что вы одна. И им недомек, что вы одна. И почему они должны быть в курсе того, что вы одна, я точно, если честно, не очень хорошо понимаю. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что вам необходимо определить свои интересы, вам необходимо разобрать свои интересы, вам необходимо поразмыслить над своими интересами и спокойно сближаться с людьми, которые вас привлекают, которые вам нравятся, которые вас устраивают во всем и так далее. Если есть у вас какая-то неуверенность в себе, то, соответственно, эту неуверенность в себе можно и нужно прорабатывать, чтобы она не мешала вам, чтобы вы могли жить спокойно, чтобы вы не отвлекались ни на что, да, вот и так далее. То есть момент здесь-то по сути именно такой, чего вы на сегодняшний день опасаетесь. Но вот нужны вам, люди, нехватка у вас социального общения. Само по себе это явление, оно вполне понятно, вполне нормально, вполне закономерно. Вот. Теперь осталось только принять, по сути дела, себя полностью. Принять себя до конца. Осталось. Осталось теперь только научиться, вот, не стыдиться себя вообще. Осталось теперь только, вот, знаете, осознать свои сильные и слабые стороны и научиться адекватно с ним относиться, к этим вот своим сильным и слабым сторонам. И я думаю, что это вполне вам по силам. Я думаю, что вы можете с этим справиться. И если самостоятельно не можете, то, естественно, вам может будет помочь. Обращайтесь к любому эксперту. Я думаю, что каждый из экспертов с огромной радостью вам поможет. То есть не нужно бояться. Вот. Но освободиться от того, что вас сейчас глозит, все же необходимо, на мой взгляд. Потому что это мешает вам вот стыд, непринятие, непринятие, точнее, себя. Это все очень здорово вам мешает и не дает спокойно существовать. Так что я рекомендую вам действовать именно вот в таком ключе, в таком моменте, в таком аспекте. Я рекомендую вам действовать именно так. И, собственно, тогда у вас, я думаю, более чем уверен, что тогда все получится. То есть, понимаете, вы уже, в принципе, на верном пути. Вы уже, в принципе, двигаетесь правильно. Вам осталось на самом-то деле немножечко. А вам осталось просто, теперь потому, что вы научились, значит, принимать себя, да, вам теперь нужно всего-навсего, то, что вы научились принимать себя наедине с собой, вам теперь необходимо только научиться, знаете, вот, принимать себя, безусловно. То есть, не сравнивая себя вообще, ну, вообще, с кем-либо. Потому что любое сравнение, оно негативное. А вот то, почему вы себя сравниваете с кем-либо, это уже вопрос один. То есть, это, скорее всего, неуверенность в себе. Ну, а, значит, послушайте, опять же, опять же, если это неуверенность в себе, значит, это вопрос, связанный с принятием своих особенностей. И вам здесь, ну, напросто-напросто, учиться принимать себя такой, какая вы есть, без каких-либо условностей. А это только лишь повышением уверенности в себе достигается. Да, то есть, если вы осознаете, что в каких-то моментах вы неуверенны, то, соответственно, необходимо ставить определенные задачи в этом направлении и стремиться к тому, чтобы эти задачи выполнять. И тогда у вас будет цена лажда. Понимаете, вы сейчас живете в мире, я бы сказал, в мире, достойно. То есть, когда, по вашему мнению, вот, человек должен быть достойный, достойный того, чтобы, там, я не знаю, чтобы общаться с тем, с кем он хочет, да, взаимодействовать с тем, с кем он хочет, и так далее. Пока вы живете в этом мире достоинств, полезности, точнее, даже, прощения, в мире полезности, пока вы живете в этом мире, у вас будут, к сожалению, проблемы подобного рода. Без них, ну, никак у вас не получится. И только, когда вы научитесь, когда вы будете видеть себя достойным, а вместе с собой и вы будете видеть других тоже достойными, просто, вот, вот, просто в силу самого их наличия, самого их существования, да, вот, если вы будете видеть вот так, то у вас все будет в порядке. Это совершенно определенно, тут даже, даже никаких сомнений, сомнений нет в этом. Вот. Так что, я желаю вам удачи в этом направлении, я думаю, что вы могли бы так же справиться с этим, но если понадобится помощь, то пишите в личку, я вам сразу скину, помогу, или выбирайте любого эксперта на нашем ресурсе и с ним прорабатывайте свою проблему, и тогда вам тоже будет лучше. Вот. Удачи вам, всего доброго, если ответ понравился, буду благодарен, если сделаете его лучше, если какие вопросы ко мне остались, пишите в личку, помогу. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...